Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы будем говорить о воскресном Евангелии. Это Евангелие об исцелении сагбенной женщины, Евангелие от Луки, 13 глава, с 10 по 17 стих. И сегодняшнее евангельское чтение начинается словами «В одной из синагог учил он в субботу». Господь опять приходит в синагогу. Синагога – это место, где собиралась смоковница еврейского народа, которая не плодоносила, не приносила плода, и Христос стремился удобрять ее словами библейского откровения. Он спешил к этим людям, как в книге «Деяния святых апостолов» описывается, как, пребывая в разных городах, апостолы тоже спешили к этой смоковнице, не плодоносящей, в каждом городе находили синагогу и отправлялись туда для наставления вере. Ведь это одна из первых заповедей Христа – «К язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, а идите наипаче», то есть прежде всего, к погибшим овцам дома Израилева. По отношению к нашей православной русской ситуации, это действие Христа и апостолов означает, что нам надо прежде всего стремиться спасать своих соотечественников, россиян, наших братьев и сестер, которые одной с нами крови, но они не разделяют единство веры с нами. И мы наипаче, то есть прежде всего, должны стремиться к ним на помощь. То есть дело исправления мира человек начинает сначала с самого себя, потом со своих. Как и апостол Павел пишет, «Кто своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры». Поэтому прежде чем проповедовать там китайцам или японцам или кому-то еще, мы должны обращать внимание на тех людей, которые окружают нас в нашем Отечестве. И далее мы читаем одиннадцатый стих. Там была женщина, восемнадцать лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Имевшая духа немощи, имеется в виду, что нечистые духи, они вызывали разные болезни. И не дуги. Описание немощи этой женщины позволит предположить, что у нее срослись кости позвоночника. И она не могла ни согнуться, ни разогнуться. Она вот так пребывала в скорченном состоянии. И что происходит, когда Господь видит женщину в таком состоянии? Это был субботний день. Субботний день по-еврейски, шаббат означает день покоя. И впервые мы в Писании встречаемся с описанием этого дня, когда, сотворив небо и землю, на седьмой день Господь пребывает в покое от всех дел своих, освящая этот день. Но когда мы читаем, что Бог пребывает в покое, это не означает, что, создав мир, небо и землю, и все, что в них за шесть дней, Бог устранился от управления этим миром. Конечно же, нет. Бог продолжает принимать деятельное участие в судьбах этого мира, особенно в жизни людей, которые веруют в Него. Итак, читаем далее. Иисус, увидев ее, эту скорченную женщину, которая не могла разогнуться, пребывала в таком состоянии, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Эта женщина, в понимании Амвросия Медиаланского, она символизирует собою языческие народы и племена, которые были нравственно и морально скорчены, были неспособными соблюдать Божий закон, нравственные и моральные нормы, приписанные всем людям, записанные на сердцах всех человеков, живущих на земле. И сами эти народы не смогли бы обратиться ко Христу, как и еврейский народ. Как сказано, закон был ослаблен плотью. Они тоже были скрючены в некотором состоянии, духовном, в духовном смысле, и не могли исполнять заповеди, тем более войти в завет благодати вечного Евангелия. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Подобный недуг, согбенности, когда человек не может ни вниз, ниже наклониться, ни вверх, чтобы выпрямиться, не может повернуться направо, налево, он ощущает боль. И когда Христос произносит слова «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», она становится здорова. Субботний день – это день покоя. Но жизнь этой женщины уже 18 лет была беспокойна от этого недуга и от этой болезни. Невольно она не могла праздновать с радостью и весельем день субботний, как было установлено для иудеев, находясь в таком скрюченном состоянии. Далее мы читаем о действиях Христа. «И возложил на нее руки, и она в тот час выпрямилась и стала славить Бога». Это церковь из язычников. Когда весть о Христе пришла в языческие земли, эти люди выпрямились действием благодати Духа Святаго и стали славить Бога. Когда прославление Бога, православие распространилось по всему миру. Итак, Христос говорит, «Женщина, ты освобождаешься от недуга своего». Дух был изгнан, а женщина освобождена от власти сатаны и от физического недуга. Здесь мы действительно начинаем понимать, что сатана – это враг наш, который хочет причинять нам не только нравственные страдания, но он иногда является источником и физической боли. Он хочет заставить нас впадать в панику, в страх перед еще более тяжелыми обстоятельствами, которые могут обрушиться на нас в нашей жизни. Как ведут себя при этом представители синагоги? Мы читаем в 14 стихе. «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть шесть дней, в которые должно делать, в те дни приходите исцеляться, а не в день субботний». Но, как мы уже сказали, эта женщина в 18 лет не могла ощутить покой. Но здесь, когда пришел господин субботы, как в Новом Завете называется Христос, то есть господин покоя, он через исцеление этой женщины дает ей покой. Все мы очень беспокойны, особенно в это время, в которое мы живем. Мы испытываем страх, панику. Мы переживаем за родных и близких, за себя. Многие страдают физическими недугами и не знают, как избавиться от этого тяжелого, угнетенного состояния. Христос говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Отцы церкви поясняют, он призывает к себе труждающихся на дьявола, обремененных грехами, чтобы, как Моисей освободил Израиль из рабства египетского, чтобы и нас, Христос, освободил от рабства дьявола, от рабства греха и от рабства страха смерти. Чувство паники, которое наполняется отца некоторых людей, оно очень опасное, потому что в книге Откровения Иоанна Богослова сказано «Боязливых же участь в озере Огненном». Почему именно так? Потому что боязливы те, которые не возлагают своего упования на Бога и которые думают, что Бог, сотворив мир, устранился от управления им. Но это не так. Свидетель Василий Великий настаивает на том, что тот, кто людей боится, какие-то обстоятельства жизни боится, он Бога не боится. А тот, кто Бога боится, тот никого не боится. И вот начальник синагоги, он не понимает беспокойства этой женщины. Основная тема для нападок на Иисуса Христа, его поведение в субботу, и это мы видим в разных Евангелиях. И здесь этот человек, который никак не мог помочь этой женщине, он говорит, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те дни приходите исцеляться, а не в день субботний». По-настоящему день субботний, то есть покой, начался для этой женщины тогда, когда Христос исцелил ее, возложив на нее руки. Если ты, брат или сестра, не пребываешь в покое и чувствуешь себя беспокойно, это значит, ты нуждаешься во Христе, который говорит, «Придите ко мне, и я успокою вас. Он есть покой наш». Христос может сделать нас бесстрашными перед любой опасностью. Как святитель Василий Великий говорил, «А что такое гонение? Я такой немощный. Может быть, ощущу первый удар, а второй удар не достанет уже меня, так как мой немощный дух покинет мое слабое тело». Что Господь говорит в ответ этому лицемерному, религиозному служителю синагоги? Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего, или осла отъясли в субботу, и не ведет ли поить?» Что значит «Отвязывает ли вола своего?» Они больше заботились о потребностях животных, чем о важнейших нуждах разных людей. Христос называет своих критиков лицемерами, потому что они изображали рвение в соблюдении закона, но на самом деле стремились нападать на него, оставив из закона наиважнейшая милость и сострадание. Этого не было у них. Забота о скоте – это была забота о собственном имуществе, и здесь они могли переступить через любой запрет, через любое правило. Кстати, закон на самом деле он не запрещает творить добро в субботний день. Божий закон устанавливает, что каждый день мы можем делать добрые дела во имя Иисуса Христа. Ибо сказано в Священном Писании «Все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа». А что мы можем делать во имя Иисуса Христа как недобрые дела и праведные, и благочестивые поступки? Христос далее говорит «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от ус сих в день субботний, именно в день субботний, в день покоя, именно Господином Субботы, то есть Христом». Христос и сделал в этот день, почти в этот день, то, что и надо было делать. Даровал покой исцеления, радость возрождения для этой сагбенной женщины. «И когда говорил Он это, все противившие Ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах Его». Здесь мы видим, что народ с пониманием относился к Нему, потому что народ сострадал немощным людям, но люди не знали, как помочь. Может быть, в твоей семье, в твоем окружении есть люди, которым ты сострадаешь, но ты не знаешь, как можно помочь этим людям. Ты понимаешь, что их недуги, в том числе и нравственные, и моральные, они приобрели такой хронический характер, что практически невозможно ничего исправить, ничего изменить. Да, но при этом надо помнить, что невозможное для человеков возможно для Бога, и Бог силен исцелить каждого из нас. Господь силен и нашу скорченность, нравственную и моральную, и нашу, твою и мою, сагбенность распрямить и сделать нас вновь чадами Божьими по благодати. Человек, созданный по образу и подобию Бога, это великая ценность в глазах Создателя. И если человек потерял в грехопадении подобие Богу и омрачил образ Божий во Христе, как в новом Адаме, мы можем быть всецело восстановлены. Что о сегодняшнем евангельском благовествовании пишет святитель Амбросий Медиаланский? Своей проповедью в синагоге Господь показывает, что пришел к смоковнице, то есть к еврейскому народу. А в немощной женщине нам показан образ церкви, которая, исполнив меру закона и воскресения, воспрянет в вечном покое горней вершине и более не почувствует нашей согбенной немощи. Эта женщина могла исцелиться только с помощью закона и благодати, исполнив заповеди закона и совершив благодатное омовение крещения, в котором мы умираем для века сего и воскресаем со Христом. В десяти заповедях закона совершенства в восьмеричном числе воскресения – полнота. Деяние, совершенное в субботу, означает будущий век, ибо всякий, достигший полноты в законе и благодати, совлечет в себя тяготы бренной телесности по милосердию Христа. Воздержание от мирских дел приготовило к духовному послушанию и будущему освящению, предвосхищенному в знамение через Моисея. Моисей утвердил заповедь о покое. «И Бог успокоился от дел сотворения мира, но не от дел почил Он, Господь, потому что действие Его вечно и непрестанно, как говорит Сын, Отец Мой да ныне делает, и Я делаю, чтобы мы по подобию Божию прекращали наши мирские дела». Вот от чего нам надо успокоиться, прекратить мирские дела, а не дела Бога почитания, доброделания и благочестия. Итак, сегодняшнее евангельское чтение – это призыв к нашей совести не отчаиваться в деле собственного исцеления, противостать дьяволу, который является источником не только наших духовных, но и физических страданий, верой в Иисуса Христа. И Христос, победитель ада и дьявола, может даровать нам победу. Сегодняшнее Евангелие – также призыв к нашей совести, если мы имеем друзей, родных и близких, которые находятся в нравственном или физически скорченном состоянии, и жизнь не приносит им никакой радости и никакого удовольствия. Направить их сердца ко Христу, который является источником всякого утешения. И мы знаем, что в Царстве Его, в небесном городе Иерусалиме, о котором рассказывается в книге Откровения, Господь утрет всякую слезу. Вы слышите? Всякую слезу. И скорби уже не будет, не будет болезни, не будет печали, не будет смерти, как последний наш враг. Смерть будет побеждена. Христос уже победил смерть, смертью смерть поправ, и Он даровал нам жизнь. И мы знаем из Писания, что Христос принес нам не просто жизнь, но жизнь с избытком. Это вечная жизнь, которая, начавшись в этой временной земной жизни, уже не прекращается никогда. И когда для нас погаснет сияние этой временной жизни, мы войдем в свет Христов. И там, где безбожники видят мрак и небытие, мы видим Христа и надежду на утешение, радость и вечное спасение. Итак, вдохновимся этими словами, поможем всем сагбенным, постараемся сами преодолеть нравственную и моральную сагбенность там, где у нас еще есть проблемы. Они будут оставаться до конца этой земной жизни, потому что это юдоль плача. Но когда мы перейдем в мир лучший, в мир Божий, начатки которого уже в этой жизни, когда мы служим Христу по мере наших сил, мы возрадуемся. Как и сказано в Писании, претерпевший до конца спасется. Спасибо вас, Господь!